Я купил Oculus Quest 2 за 300$. Знаете, это очень и очень любопытное устройство, которое приближает виртуальную реальность к народу так сильно, как никто и никогда. Тема VR вообще очень интересная, и она всплывает у нас на канале постоянно. Если пару лет назад окунуться в VR мешали цены, то сегодня все доступно. Чем я, собственно, и воспользовался, закупив себе вот эту вот игрушку, чтобы Цукерберг составил компанию товарищу майору, а то ему одиноко. Задумайтесь о психологическом здоровье вашего товарища майора. Oculus Quest 2 вообще звучит как мечта. Стоит базовая модель всего 300 баксов, доставка там, таможня, накрутка при конвертации валют, ну, условно говоря, пусть будет 30 тысяч рублей, что на поверхности за предоставляемый функционал, ну, очень выгодное предложение. И это еще очень скромный комплимент. Ну, смотрите сами. Хорошее разрешение экранов, даже выше, чем у Valve Index за 1000 баксов. Нормальная герцовка экранов, не хуже, чем у остальных. Хорошие линзы и углы обзора в шлеме. Даже мелочи продуманы, типа специального пространства для людей в очках. Качественный внутренний трекинг, не нужно раскидывать везде камеры. Хорошие контроллеры. Шлем может работать как автономно, и там отличная библиотека игр от Oculus, включая впечатляющие эксклюзивы. А может быть и полноценным компьютерным VR без ограничений. И в этом случае его даже можно использовать без проводов. Полноценный пикашный VR без проводов. Это же просто бомба. Но не все так просто. И за этой красотой кроется гора подводных камней, о которых я вам сегодня и расскажу. Но сам шлем это только пол-дела. Для VR же еще нужный мощный комп. Скажут вам не знающие люди в интернете. Но, опять же, с производительностью вопрос очень сложный. С одной стороны, люди без проблем гоняют, начиная с видеокар типа Nvidia GeForce GTX 1050. Что даже в текущий дефицит роскошью уже не назовешь. Для серьезных игр типа Half-Life Alyx, само собой, нужно что-то покруче. Ну хотя бы 1060. Ну а если вы хотите играть по красоте, то тут потолка в принципе нет. Опять же, для нормального VR игра должна рендериться два раза в каждый глаз и при высоком фреймрейте. И чем выше, тем лучше. Стандартом считается что-то между 70 и 90 кадрами в секунду. Но тот же Quest 2 недавно стал поддерживать аж 120 кадров в секунду. И фреймрейт в VR это не вопрос предпочтений и вкусов, как с обычными играми. Хотя, конечно, даже больной собаке понятно, что 60 FPS объективно в разы лучше крестьянской тридцатки. Если в VR игре низкий и, что куда важнее, нестабильный фреймрейт, то ваша вестибулярка вам спасибо точно не скажет. Играть будет неприятно, будет задержка, двигаться персонаж в игре будет странно, а можно вообще и блевануть в целом. Мой комп, конечно, еще кое-что могет, но уже начинает сдавать позиции. И в VR играх приходится скручивать настройки пониже. Поэтому мне сегодня поможет удивительный гость. Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14. Смотрите, в чем прикол. Это всего 14-дюймовый крепыш с топовой начинкой внутри. AMD Ryzen 9 5900HS, 8 ядер, 16 потоков. Ноутбучная Nvidia GeForce RTX 3060, 32 гигабайта оперативки, SSD-шник на терабайт и экран до 144 Гц. Игры бегают, работа работает. RTX видеокарта не только лучики вам рисует, нейросети помогут при производстве контента в фотошопе, блендере, премьер про и так далее. Как они засунули такое железо в такой крошечный корпус, это для меня загадка, но вот он перед вами. Производительность это круто, но что с охлаждением в таком компактном корпусе? У Ноута специальный механизм, который приподнимает его основную часть над столом для лучшего забора воздуха. Также отверстия находятся по бокам и спереди, а про вентиляторы я вам могу тут целую лекцию рассказать. Короче, Ноут нормально охлаждается и не сильно шумит. Сразу выделяется строгий приятный дизайн, никакого цветного колхоза и довольно компактный для такого типа устройств блок питания. В качестве приятного бонуса на верхней крышке расположена аккуратная черно-белая LED-матрица, на которую можно вывести гифку, свой логотип, текст, ну или на что вам фантазии хватит. Подробнее про Ноут можете почитать по ссылке в описании, а в DNS сейчас его можно выгодно взять в рассрочку на 12 месяцев, либо сразу со скидкой в 10 процентов. Чуть дальше видео посмотрим, как он выдержит серьезную нагрузку. Но лично меня офигеть, как впечатляет сам факт, что мы будем гонять полноценный VR на компактном ноутбуке. Ну да ладно, что там про Oculus? Ну вот он вот такой вот шлем. На голове держится с помощью регулируемых резинок. Крепление это многие считают крайне неудобным и рекомендуют покупать на замену элитное, но честно говоря мне оно показалось еще хуже. Да, оригинальные ремни не идеальны, но когда вы их настроите и привыкнете, в принципе все будет в порядке. На голове держится стабильно, на лицо жмет не очень сильно. Со стороны лица шлем прижимается специальным приятным на ощупь поролоном. Говорят, в ранних партиях они использовали какой-то токсичный материал, от которого у людей появлялось раздражение на коже, аллергия и сыпь. У меня вроде все в порядке. Правда, когда шлем греется, появляется такой знакомый из детства запах китайского пластика. Эта черная прослойка снимается, ее можно заменить, если она износится. На самом шлеме есть кнопка включения-выключения и качельки громкости. Крошечные динамики встроены вкрепления на голове и в целом дают очень приятный звук. Это одновременно и не колонки, которые фиг знают где стоят и звук непонятно откуда идет, и не наушники, которые окончательно отделяют вас от реального мира. Так что звук получается объемный. Говорят, у Valve Index это намного круче сделано, но мне сравнить не с чем. По мне, и такое решение офигенно работает. Ну если вы, конечно, эстет с радиоактивными бицами, то тут есть вход под миниджек. Шлем заряжается по Type-C кабелю, держит заряд в зависимости от нагрузки, ну там два-три часа. Играете в тяжелые игры, ставите высокую ярцовку, разрядится быстрее. Будете смотреть ютубчик и другие интересные видео от первого лица, продержится намного дольше. Намного дольше вас. Контроллером претензий и вопросов вообще нет. Они удобные, кнопки классные, находятся где надо. В руках лежат как влитые, тянки текут, быдло боится. Работают они от одной пальчиковой батарейки, и заряда хватает очень надолго. Типа я даже не помню, когда я менял в них батарейки и менял ли вообще их с покупки. А они до сих пор показывают полный заряд. И они крепкие. Если вы в порыве игры ударите по стене, то они не развалятся. Но самая магия начинается, когда вы включаете шлем. Ну ладно, не сразу. Потому что сначала вам нужен аккаунт фейсбука. Вопрос в целом спорный. Кто-то ненавидит фейсбук по политическим причинам, кто-то по корпоративным. А я лично ненавижу его, потому что он кривой, тупой и неудобный. Какого фига лента строится из каких-то рекомендаций, рандомных постов. Я подписываюсь на конкретные группы и конкретные паблики, чтобы конкретно читать их. Я не подписываюсь на другие аккаунты по конкретной причине, чтобы их не видеть. Так почему у меня в ленте какая-то залупа вместо моих подписок? И ведь они то же самое с инстой сделали. Я подписан на 20 человек. Я больше никого не хочу видеть в своей ленте. Какого ляда у меня здесь другие люди? А самое главное, какого ляда это всех устраивает? Ну ладно, так уж и быть. Я зарегал аккаунт для квеста. Кстати, аккаунт меня очень быстро заблочили за подозрительную активность. Ну, или за полное отсутствие активности. Пришлось идти, доказывать, что это я, разблокировать и прочее. Короче, фейсбук помойка и то, что вам обязательно нужно иметь там аккаунт для окулуса, это заметный минус. Но ты его сразу забываешь, когда включается шлем. В окулус квест 2 есть офигенная фича. Камеры используются не только, чтобы третчить контроллеры. Они также третчат твою комнату и положение шлема в ней. Когда вы его включаете, квест спрашивает, вы хотите играть с перемещением или без? Если без, то все понятно. А если с перемещением, то шлем предлагает вам нарисовать у вас в комнате безопасную зону. То есть, используя камеры, он показывает вам реальный мир, и вы на полу рисуете зону свободного перемещения. Шлем это запоминает, и когда во время игры вы будете цеплять эту зону руками, в шлеме будет появляться сетка, напоминающая вам о том, что вы выходите за границы. Ну, а если вы всем телом за зону выйдете, то автоматически включаются камеры, и вы видите реальный мир. Да, шакальный и без цвета, но этого хватает. То есть, если вам во время игры нужно будет ненадолго отойти и сделать какие-то минимальные действия, то вам даже шлем снимать не нужно. Это просто офигенно. Включая шлем, вы попадаете в специальное окружение. Его можно поменять, но оно в целом значения не имеет. Очень жалко, что комната это всего лишь декорация, и ее нельзя кастомайзить под себя. Тусоваться там, приглашать друзей, может расставлять свои трофеи из игр, вешать определенные приложения в определенных местах, ну и прочее. Но это так, глупости. Неспроста же PlayStation Home сдох. В общем, вам предлагается стандартное меню. Ваши приложения, возможные активности, магазин, настройки и так далее. И тут, как жители самой лучшей страны в мире, с самой сильной экономикой, мы сталкиваемся с забугорной валютой и слегка выпадаем от цен. Во внутреннем магазине Oculus все в долларах. И знаете, ну многие привыкли платить по 4-5 тысяч рублей за консольную игру. В конце концов, это большая игра с множеством механик, сюжетом, большим количеством контента и вот прочим. Но большинство VR-игр это такие небольшие, но впечатляющие приколюхи. Одноразовые игры. То есть, человек впечатляется самим фактом VR-а, ух ты, как красиво, я могу взаимодействовать с окружением, своими руками. Просто балдеж. И это офигенно. VR все еще новшество, он все еще впечатляет просто по факту. И в этом нет никакой проблемы. Пока каждая такая приколюха не начинает стоить по 30 баксов. С той же проблемой я столкнулся и на PlayStation VR. Но там Sony позаботились, чтобы было побольше именно AAA-игр. Да и скидки в PlayStation Network дело нередкое. А вот тут вот... Ну вот как вам Beat Saber за 30 баксов? Почти 2500 рублей за минималистичную ритм-игру с ограниченным набором песен. Своей добавлять можно только в ПК-шной версии. Ладно, окей, Beat Saber офигенная игра. Но большинство VR-игр это все равно просто приколюхи на один раз. Которые вы полностью изучите за час-полтора. И такие цены очень жмут карман. Вот, например, три эпизода Vader Immortal выйдут вам опять же в 30 долларов. Но проходится это чудо за полтора часа. А игра сюжетная, реиграбельности вообще ноль. И это очень странная ценовая политика. Потому что вот полноценная, большая RPG-эксклюзив Окулуса Asgard's Res стоит всего 40 баксов. Большой плюс, что в магазине есть отзывы, которые огородят вас от покупки совсем уж мусора. Короче, вопрос непростой. Но не спешите хоронить из-за этого шлем. Как многие знают, квест можно подключить к компьютеру и использовать как нормальный ПК-шный VR-шлем. Так что игры можно нормально запускать из Стима. Где тот же Beat Saber, да еще и с возможностью накатывает свои песни и моды, обойдется россиянам в 515 рублей. Красота! И вообще получается, что квест 2 можно использовать аж в трех режимах. Собственно, сам квест с его внутренним магазином. При подключении к ПК он переходит в ПК-шный шлем Окулус, где уже другой магазин и немного другие игры. И оттуда вы можете подключиться в SteamVR с уже третьим магазином. Почти как у Нолана. Магазин в магазине в магазине. Ради вас, мои дорогие, я разорился и купил такие Beat Saber в магазине квеста. Блин, выходит, что я купил его уже третий раз. Прямо как Skyrim. Кто смеет сейчас? Но Beat Saber всегда к месту. Играть на самом квесте кайфово и офигенно. Никаких запар, никаких проблем подключения. Натянул шлем и вот она игра. Все плавненько бегает, идеально третчится, красота. Прямо как консоли в начале нулевых. Включил и играешь. Также я купил их эксклюзивчик Robo Recall. Очень динамичная, веселая, аркадная стрелялка. Если у вас есть квест, вы все жали 30 баксов на нее, то, ну уж накопите, разоритесь. Действительно классная игра. Я очень хотел для этого видоса Resident Evil 4 VR, но он что-то все не выходит и даже даты выхода нет. Собственно, в квесте полно и более приземленных развлечений. Можно смотреть YouTube, там полно VR-ных видео. Можно смотреть Netflix, представляю, что сидишь в огромном кинотеатре. Очень удобно, если у вас маленькая квартира и вы не хотите мешать вашему партнеру. Правда, здесь палятся недостатки технологии. Все-таки видео сейчас стали очень качественные, в высоком разрешении. А передачи цветов и разрешения экранчиков, ну как-то недостаточно в квесте. Но все-таки жить и смотреть можно. А вот VR-видео все очень плохие. Тупо потому, что массовые камеры, снимающие на 360 градусов, пока к такому не готовы. Да еще и YouTube-видео шакали. В квесте есть свой плеер со своими VR-видео, и там все немного получше. Я побывал дома у настоящего японского атаку. Самый страшный экспириенс в моей жизни. Квест 2, кстати, поставляется в двух вариантах. Один на 64 гигабайта, другой на 256. Первый стоит 300 баксов, второй 400. Собственно, зная цены на игры во внутреннем магазине Oculus, я сразу знал, что пользоваться я им не буду. Поэтому осознанно взял версию на 64 гига. Чего за глаза хватит там на одну-две игры, ну и YouTube-чик с Netflix. Но, кстати, сейчас, судя по всему, опять дефицит. Барыги даже за меньшую версию просят по 500 баксов. Не ведитесь, не поощряйте. Еще одна интересная фича квеста — это трекинг пальцев. Вы можете пользоваться внутренним интерфейсом, используя ваши руки. Технология прикольная, и в идеальных условиях она работает довольно неплохо. Но все же использовать интерфейс так неудобно. Чтобы как бы подтвердить нажатие на кнопку, вы должны свести большой и указательный палец. И если камерам минимально не понравится угол, под которым ваши пальцы расположены, или свет будет какой-то не тот, будет слишком темно или слишком светло, то система просто ничего не поймет. Короче, медленный, кривой и муторный процесс. Мне очень напоминает Kinect на Xbox 360. Оно как бы работает, но очень неудобно. Да и никто не может сказать, зачем оно вообще нужно. Проще все-таки поднять жопу и взять контроллер, даже если он лежит в другом конце комнаты. Шлем-то снимать не обязательно. Для рук сделано несколько простеньких игр, но все они слишком примитивные, и за пределами вау-эффекта интереса не представляют. Короче, к сожалению, в россиянских реалиях играть в сам по себе Quest 2 смысла мало. Игры элементарно слишком дорогие. То есть, даже если у вас нет нормального компьютера, вам проще сделать единоразовое вложение и потом покупать игры в Steam в 4 раза дешевле, а в избранных случаях даже пиратить. Такого же подхода многие придерживаются касательно консолей, но все-таки ситуации немного разные. А пиратство я, кстати, безусловно осуждаю. Игры, друзья, надо покупать. Но Skyrim VR — это афера. Это чистейший скам лично от Тодда Говарда. И я очень рад, что я не потратился на него. Крайне не рекомендую. В общем, мы перекатываемся на первый слой ПК-шного VR. Vocalus Link. Все просто. Все, что вам нужно — это качественный длинный USB Type-C кабель. Покупать официальный не обязательно. Я для удобства взял на eBay за 25 баксов, чтобы мне просто все одно и посылка приехало. Но на Алиэкспрессе можно взять где-то за 1000 рублей. Кабель есть. Все. Берете свой Asus ROG Zephyrus G14, находите скоростной Type-C вход, коих здесь, кстати, аж две штуки, и вуаля. При включении шлем спросит вас, использовать линк или нет. Просто жмете «Да» и вас перекидывает в ПК-шный Oculus. Интереса для нас он по-прежнему представляет мало. В софтине Oculus'а на компьютере можно там поменять настройки, затестить скорость соединения и прочие мелочи. Нюансик в том, что раньше Oculus работал на два направления. На ПК-шный VR и на автономный. Собственно, квест и квест 2. У них был отдельный, полностью ПК-шный шлем Rift S, и они развивались в том направлении. Но квест 2 стал внезапно слишком успешным. При этом он также работает и как ПК-шный шлем. Так что от второго направления отказались, оставив только линейку шлемов квест. Это немного усложнило всю историю. Раньше ПК-шный Oculus и автономный Oculus были двумя отдельными мирами. Теперь же их пытаются как-то совместить в один, но этот процесс явно займет время. Первый квест был слабенький, но во втором железо намного мощнее. Так что большинство популярных игр на него кое-как портировали, пусть и урезали графон. Но все же остаются эксклюзивы под шлемы Oculus только для ПК, как, например, тот же Asgard's Res, который, видимо, не могут портировать на квест, так как игра слишком масштабная и графонистая. При этом, несмотря на то, что многие игры отлично работают и на ПК, и на квесте, у большинства нет кросс-покупки. То есть какой-нибудь Robo Recall или Pistol Whip вы можете купить один раз, и вы сможете играть как автономно на квесте, так и на ПК с графоном получше. Но, к примеру, тот же Beat Saber вам по-прежнему предлагается покупать отдельно на обе платформы. В общем, дрочь. И все это нас все равно особо не интересует, потому что, опять же, игры в магазине Oculus для нас неоправданно дорогие, и тратиться на что-то, кроме максимально реиграбельных проектов, как Beat Saber, до двух с половиной интересных эксклюзивов, смысла нет. Однако, в приложении Oculus'а есть еще одна изумительная фича, которую добавили совсем недавно. Oculus Air Link. То есть изображение вашей игры на компьютере будет передаваться не по кабелю, а по Wi-Fi. И это работает. Настоящий, беспроводной, ПК-шный VR без каких-либо костылей. Это просто офигенно. Я думаю, все, кто играли в VR, страдали от проводов, и теперь они не нужны. Да, вам нужен хороший роутер с 5-гигагерцовыми частотами. И имеется в виду реально хороший и дорогой роутер. И идеальные условия для него. Он должен быть прямо в вашей комнате. Да, шлем разряжается, но в VR играть довольно утомительно все равно, так что мало у кого игровая сессия дольше двух часов длится. Да, вроде как некоторые говорят, что качество картинки хуже, есть минимальный input lag. Но лично я не заметил особой разницы. Выглядит нормально, играется комфортно, да и возможность избавиться от проводов определенно стоит этих жертв. До выхода Air Link люди использовали приложение Virtual Desktop и говорят, что оно до сих пор лучше. Но меня в целом полностью устраивает и решение от Oculus. Проблема только в том, что это пока экспериментальная функция. И она постоянно отрубается. Надо каждый раз идти в настройки, включать ее заново. А еще почему-то нельзя просто иметь в настройках и подключение по проводу, и по воздуху. То есть, включая Air Link, вы полностью отказываетесь от обычного линка. Хотите поменять? Надо снова идти в настройки и все переделывать. Но, думаю, это исправит. В общем, когда вы подключитесь к линку любым удобным для вас способом, можно уже перейти на следующий слой и подключиться к SteamVR. Это самый проблемный процесс. Я не знаю, от чего она зависит и какой правильный порядок действий, но переход из Oculus Link в SteamVR постоянно не работает. Нужно каждый раз вырубать всю схему, перезапускать Steam и Oculus на ПК и начинать все сначала. Не знаю, один ли я с такими проблемами, но это раздражает немного. Хотя, учитывая комплексность всего этого процесса, думаю, могло быть и намного хуже. Но когда вы, наконец, дойдете до SteamVR, красота и благодать. VR-игр сейчас в целом уже полно, но тут они по очень вкусным для нас с вами ценам. Есть моды, есть экспериментальные игры в раннем доступе, полно всяких эксклюзивов, специфических приложений и прочего порно-контента. Да, VR далеко не мейнстримное развлечение, здесь мало настоящих триплэй игр. Но я вам так скажу, да и нафиг они не нужны. Да, в Half-Life Alyx есть графоны катсцены, но по факту это простой тир с минимальной интерактивностью. Эта игра могла бы выйти на Nintendo Wii, эта игра могла бы выйти на NES с Power Glove, и геймплей на ничем бы не отличалась. В каком-то смысле даже Half-Life 2 с фанатским модом на VR намного интереснее, чем Alyx, потому что это куда более комплексная игра с интересными физическими взаимодействиями. VR, он вот весь про эксперименты, вылизанность, отсутствие риска и мейнстрим ему, ну, вообще не идут. Например, самой увлекательной игрой лично для меня оказалась Blade & Sorcery. Это, наверное, что-то вроде симулятора фэнтези-фехтования. Вы деретесь с врагами, используя мечи, щиты, дубинки, магию, и весь этот процесс полностью завязан на физике и интерактивности. Если вы в детстве дрались с друзьями на палках, представляя себе крутые эпические сражения, то это буквально вот оно. Только еще можно отрубать всем головы. Вы можете столкнуть врага с ног, вы можете выбить ему оружие из рук, вы можете взять его за горло и скинуть со скалы, вы можете... Да, в общем-то, вы можете вообще все, на что хватит фантазии в твоей больной голове, ублюдок. Тут, кстати, хочется снова поднять психологический вопрос VR-а. Наверное, людям с минимально нестабильной психикой такое нельзя рекомендовать. Я знаю, что вы скажете, мол, жестокие игры не влияют, это все да, это, безусловно, так и есть, это правда. В целом, даже смотря настоящие стрёмные сна в видео от запрещенных в России организаций, человек, в принципе, к этому быстро привыкает. И это начинает его не так сильно напрягать. Смотря даже на максимально детализированную брутальность в Last of Us 2, мы прекрасно понимаем, что оно все не на самом деле, оно нарисованное. Но это одно. И совершенно другое, когда ты берешь человека за плечо и действуя наверняка наносишь ему 27 ударов ножом в живот. В обычных играх твоя цель устранить врага, а какую там анимацию сыграет персонаж после нажатия на треугольничек, это уже не твое дело. Это дело контекста и сюжета. Но в игре вроде Blade and Sorcery это конкретно твое решение взять человека за голову и разбить ее об стену. Или еще лучше, магией схватить человека за ногу и... Ну короче, вы поняли идею. И не притворяйтесь. Я знаю, что каждый из вас захочет в этой игре мучить врагов всеми доступными способами. И когда вы хладнокровно добьете упавшего врага ударом булавой по голове, вы обязательно что-то почувствуете. С одной стороны, это круто и прикольно. С другой стороны, это все ровно до первого случая настоящего убийства. Когда у убийцы найдут дома VR-шлем и неудобных вопросиков будет не избежать. С третьей... Ну, я помню, как я в детстве играл в «Солдат удачи» и расчленял там трупы. И это меня очень пугало тогда. И вот он я... Вроде бы вырос нормальным. Я это все к тому, что VR позволяет делать очень сложные, крутые и просто-напросто невероятные вещи. И банальная стрелялка с изучением окружения и кат-сценами типа Half-Life Alyx это очень слабо для таких возможностей. Квест 2, как и весь ПК-шный VR, расцветает в руках настоящих задротов. Тот же Blade & Sorcery это чуть ли не техно-демка. Там типа всего пять арен и только на двух из них есть режим выживания. И в игре буквально ничего нет, кроме сражения с врагами. Разрабы обещают когда-то там к концу этого года сделать рогалик с подземельями, но это типичное обещание раннего доступа. И даже так, это чуть ли не лучшая игра на VR с почти бесконечной реиграбельностью. А ведь можно еще и моды накатить. Народ превращает игру в лучший проект по Звездным Войнам. Это просто отвал башки. То есть, когда вам говорят, что на VR мало AAA игр, это скорее плюс для платформы. Потому что я не представляю, как используя все преимущества и возможности VR можно сделать ну типа казуальную массовую игру. Посмотрим, что там Sony сделает на PlayStation VR 2. Так что, если отбросить этот вот предрассудок, то игр на самом деле полно. Много ритм-игр. Особенно в VR заходят так называемые Escape Room и всякие пазлы. Много социальных игр и приложений, как VR-чат и Rec Room. Люди делают VR-моды для кластики, а разработчики иногда добавляют VR-режимы в большие игры. Меня особенно впечатлил VR в Star Wars Squadrons. Это не VR-игра, в ней нет интерактивности, но с этим графоном, этим масштабом, ты прямо оказываешься в кабине пилота X-Wing на приборной панели появляется голограмма генерала Акбара, и он начинает тебе жаловаться на то, как Disney испортил Звездные войны. Офигенные ощущения. Я серьезно подумываю купить штурвал для таких развлечений. Там же еще и Microsoft Flight Simulator есть, а еще и руль с педалями, чтобы челово кататься в Евротрак Симулятор 2. Но снова есть нюансик. Ведь опять же, VR для того, чтобы демонстрировать такой уровень графики, требует намного больше производительности. Star Wars Squadrons виртуальной реальности выглядит заметно шакальнее своей большой версии, а большинство игр придерживаются простой и устаревшей графики, чтобы в них могли поиграть все. VR все еще нишевая тема, пользователей не так много, и каждый обладатель шлема ценен для разработчиков. Но благодаря этому VR и стал доступнее, и вам не нужно иметь топовый компьютер, чтобы нормально играть. Однако, его наличие сделает ваш опыт намного комфортнее, так что благодарочка Asus за предоставленные для игр Note Zephyrus ROG 14. AMD Ryzen 5900HS, NVIDIA GeForce RTX 3060 и 32 гига оперативы без проблем справляются с воспроизведением даже тяжелых VR-игр, как тут же Squadrons или Half-Life Alyx. Все бегало на высоких настройках и радовало глаз. Ну, собственно, как тут работает VR, вы наблюдали на протяжении всего ролика. Note реально маленький, и то, что он выдает такую производительность и не троттлит, это поразительно. Для чистоты эксперимента я, естественно, запустил на ноуте Doom Eternal, куда уж без него. С включенным Ray Tracing'ом имеем под 100 кадров. Тут, конечно, два пути. Выкручивать весь графон на ультра и играть на 60, или вырубать RTX и наслаждаться плавностью картинки. DLSS 2.0 позволяет получить заметно больше кадров без потери графона. Как же офигенно выглядит Doom Eternal на 120 герцах, это просто сказка, господа. Вот еще вам Resident Evil 8 с лучами. Его запатчили, производительность стала лучше, и на максималочках ну прям красиво. С каждым днем все больше игр поддерживает лучи, а DLSS 2.0 творит чудеса. Без RTX видеокарты сегодня никуда. Еще две фишки, которые хочется выделить. Над клавиатурой есть отдельная кнопка, которая открывает системное меню Rock Zephyrus, где можно управлять всеми аспектами ноута. Охлаждение, там переключить, цветовую палитру экрана под определенный контент настроить, новую картинку на LED-панель вывести. В общем, удобно. Вторая вещь, если использовать ноут как простое медиа-устройство, не трогая производительную RTX-видеокарту, то он, во-первых, аккумулятор держит реально долго, а во-вторых, может заряжаться по Type-C от простого компактного адаптера. Не обязательно таскать с собой блок питания. В общем, если нужна компактная производительная машина, ссылка на Asus Zephyrus ROG 14 в описании. Вообще, этот ноут для нас хороший пример скейлинга производительности VR-игр. Главное в них это погружение, главное обмануть мозг и заставить его поверить, что происходящее на экране реально, а для этого нужен не графон, а плавность. И для плавности достаточно уже довольно старого железа, но когда мы достигаем этой плавности, можно уже и марафет навести, чтобы покрасивше и позрелищнее все было. Но игра для VR-а это все-таки разговор отдельный и крайне-крайне непростой. Наша сегодняшняя тема конкретнее все-таки Quest 2. И несмотря на ряд минусов и неудобств, по-моему, это просто фантастическое устройство, которое удовлетворяет практически все возможные VR-требования. Можно играть автономно, можно смотреть медиа-контент, можно подключать к ПК, можно играть как в Oculus игры, так и в Steam-игры. Само устройство сделано качественно, по характеристикам, если и уступает топовым конкурентам, то не сильно, но при этом стоит в разы дешевле. И за всю эту красоту ты плачешь, разрешая Цукербергу смотреть, как ты дрочишь на фуре порно. Однако шутки шутками, а в Facebook все-таки крысы. И эти крысы сейчас могут полностью захватить рынок VR-устройств и начать диктовать свои условия. В данный момент они предлагают просто фантастическую сделку. Не секрет, что продают они устройства в огромный минус для себя. Но делают они это, естественно, не из-за доброты душевной. Уже ходят разговоры о рекламе в вашей виртуальной реальности. А сбор нашей персональной информации это не только шутки про дрочку. Facebook выбирает, какую информацию нам показывать в обход нашего с вами желания. Зная, как и во что вы играете в VR, вы даете им информацию о вас. Настоящее оружие, которое они в будущем смогут использовать против вас, подгоняя рекламу под особенности вашего характера. И это только верхушка айсберга. Поэтому устройство безусловно офигенное, но вы должны четко понимать, чем вы платите за него. Потому что 300 баксов это только входная стоимость. И если вы будете невнимательны, то с вас снимут намного, намного больше. На такой страшной ноте, друзья, у меня все. Понравился ролик, вы знаете, что делать. В комментариях пишите, что думаете. Если у вас уже есть квест 2, пишите, как он вам. Подписываемся на канал. В описании найдете ссылочки на разные мои другие социальные сети, которые вас могут заинтересовать. У меня есть там другой канал, у меня есть канал со стримами, тыры-пыры. На телеграмм подписывайтесь, я там всякая почва. Ну, короче, вы знаете, как это работает. По экрану ползет список изумительных людей, которые поддерживают меня на сайтах Patreon и Boosty. Огромнейшая им за это благодарочка. Если хотите присоединиться к этому списку и получить ряд ништяков, ссылки на эти сайты в описании. Получите ранний доступ к видосам, доступ в секретный Дискорд, где можно пообщаться с другими подписчиками и со мной, ну и так далее и тому подобное. По ссылкам все прочитайте и увидите. Спасибо за внимание, увидимся в следующих видосах. Я все боюсь, что во время съемки я, короче, случайно его разобью и такой ой, сорян, я еще геймплея не записал. Так что поверьте на слово. Совершенно другое, когда ты берешь человека за плечо и действуй наверно и только жизнь не идет нифига, потому что сижу занимаюсь чиганью какой-то. И вот он я вроде бы вырос нормальным. А выросли.